Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets с торговыми идеями, где на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента вам в помощь. Сегодня, поскольку понедельник, я проведу традиционный вебинар правильный понедельник, тему которого предлагаю выбрать вам. Сегодня в телеграм-канале мы проведем опять же голосование, вам предложим несколько тем выборов, соответственно та, которая наберет больше всего голосов, станет центральной и основной в ходе моего выступления. Поэтому не поленитесь, поучаствуйте. Это еще одна возможность все-таки немного адаптировать контент непосредственно под ваши нужды. А я готов вам с большим удовольствием для себя рассказывать семинар и давать ту информацию, которая вам, вам прежде всего будет полезна. Ну что, сегодня еще помимо вебинара, конечно же, хочется сделать акцент на два фундаментальных события. Во-первых, это 8.00 по GMT. Выйдет релиз IFO по бизнес-оптимизму Германии. Конечно же, на фоне того, что сейчас происходит с промышленностью, сферой услуг, с европейской экономикой в целом, лучше сразу настраиваться на крайние удручающие показатели. И чтобы не разочароваться, в принципе, я думаю, что можно поставить на обновление минимумов лет за 15 этим индикатором. И вероятность этого крайне высока, особенно после провального прошлого релиза по ЗИУ. Европейская валюта, как вы прекрасно видите, без того остается под серьезным давлением, но снижение с большой долей вероятности продолжится. И также сегодня в 13.00 по GMT состоится выступление главы Европейского центрального банка Кристин Лагард. Ей, конечно же, нужно спасать европейскую валюту, потому что текущий обвал это еще один риск для последующего роста инфляции. Чем слабее валюта, тем выше инфляционное давление, которое и так остается крайне высоким из-за последствий подорожания цен на энергоносители, проблем с логистикой и последствий, связанных с ковидом, которые все еще дают о себе знать. Интересно будет послушать, что она скажет и сможет ли она повлиять на текущий даунтрейн по рисковым инструментам и обвал, который продолжается не одну торговую сессию подряд. В целом, если говорить крупными мазками, потому что сейчас на рынках происходит, друзья, вы видите, что растет только лишь доллар. Мы об этом говорили на протяжении многих месяцев, видели в нем потенциал. Я подсветил, что это идеальная возможность заработать, потому что индекс доллара будет локомотивом идти вверх при том фундаменте, который сложился. И рисковые инструменты напротив камнем полетят вниз. И это сейчас характерно для всех активов. Удивительно, что рынок настолько предсказуем. Я считаю, что я уверен, среди вас нет тех, кто покупает евро, фунт, австралиец, новозеландец, потому что нету ровно ни одной причины, по которой можно было бы объяснить решение все-таки поработать с рисковыми инструментами в расчете на то, что они смогут упрочить свои позиции и оказать давление на американского конкурента. И мне очень хочется верить, друзья, то, что на этих даунтрендах вы заработали по риску и заработали, соответственно, на росте курса американского доллара, потому что такого предсказуемого восходящего движения я до последнего не верил, что индекс доллара за короткий промежуток времени сможет быстро сделать цель 111, 112 и даже не посмотрев назад уйти на отметку 113 и приблизиться сейчас к планке 114 пунтов. Я рассчитывал на то, что восходящее движение будет обязательно последовать, но оно будет растянуто и размыто на долгосрочной перспективе. Но то, что происходит сейчас, это просто раздача денег, которая идет от рынка трейдерам и инвесторам. Европейская валюта, чтобы, давайте закончить уже сразу на главном валютном риске, котировки 0,9640. Я по-прежнему рекомендую идти прямо на сверх цель, может быть, это даже с какой-то ноткой жадности, потому что совсем агрессивные целевые ожидания по евро находились на отметке 0,95. И если мы к этому уровню придем, а в принципе, с учетом тех движений, которые мы видим сейчас, это может произойти через час даже, вот там нужно будет уже фиксироваться и оставить этот дуэт финансовых активов в покое. Почему евро валится, это, наверное, риторический вопрос, его не нужно задавать, когда мы видим индекс доллара на таких космических уровнях. Но и очень серьезный пинок, опять же, евро был оказан вниз. Только слабая макроэкономическая статистика, которая вышла в пятницу по индексам производственной активности в сфере услуг. Здесь важно сделать акцент не на сами цифры, а на то, насколько они являются сейчас плохими, если смотреть на перспективу последних месяцев. Вот, например, Германия. Сфера услуг. Минимальные значения по индексу, деловой активности в сфере услуг. Минимальные значения за 27 месяцев. Промышленность Германии. Минимальные значения за 28 месяцев. Еврозона в целом. Промышленность. Минимальные значения за 27 месяцев. в сферу слух, минимум за 20 месяцев. Друзья, нужно делать вывод, европейская экономика летит в пропасть под названием экономическая эцессия, этой пропастью уже не миновать, евро предсказуемо снижается и пока что ни в коем случае не нужно делать ставку на то, что европейская валюта достигла своего дна. Нет дна у этого финансовых активов, поэтому здесь нужно идти по пути наименьшего сопротивления, которое по-прежнему остается движение вниз. Британская валюта здесь и вовсе рекорды по обвалу за два дня, практически тысяча пунктов вниз, друзья. У нас была цель 1,10, эта цель быстро сделана, потому что фунт пролетел еще ниже до отметки фактически 1,05. Соответственно, причины обвала фунта, они копились в последнем месяце, я постоянно вам говорил, насколько сейчас остра проблема с инфляцией, с плохой экономической конъюнтурой, с ростом тарифов, которые давят на платежеспособность, на потребительскую активность, насколько велики риски крайне затяжной экономической эцессии. Банк Англии на прошлой неделе повысил процентную ставку и по идее должно было оказать поддержку фунту, но не оказало. Потому что Банк Англии уже 7 раз повышал процентную ставку, а в итоге инфляция как осталась на космических уровнях, так и продолжает там находиться в районе 10% и с большой долей вертности продолжит расти. Решения действия Банка Англии не помогают сейчас экономике. Статистика, производственный сектор, который данные по деловой активности вышли в пятницу, 47,4 показатель, тоже минимум, по-моему, года за три. И это еще не предел. Я думаю, что дальше будет еще хуже. И если все-таки Ли Страс, которая стала новым премьер-министром, решит бороться с тем, что происходит сейчас в плане роста тарифов и снижения платежеспособности дополнительными субсидиями и выплатами еще на 100 миллиардов долларов, я думаю, что будет еще хуже. Потому что в конечном счете это не поможет остановить инфляцию, а приведет ее к новым двузначным уровням, которые отправят фунт уже в район паритета. Я сомневался в том, что будет пара фунт-доллар даже на отметке 1.10, но есть то, что есть. По британской валюте я предлагаю, друзья, вам уже не искушать судьбу. Если вы прокатились на том ралли, который я для вас обозначал и прогнозировал, нужно уже закрываться и сфокусироваться вот среди основных рисковых представителей евро и фунт на европейской валюте. Там цель уже также будет совсем близко. Индекс доллара 113.71. Сегодня я предлагаю опустить совсем уж прям много лирики, связанные с действием американского регулятора. Мы о них ранее много уже говорили. Повышение процентной ставки, потенциал ее роста до 4,5%. Это сделает ставку американского регулятора самую высокую среди всех центральных банков развитых стран. Доходности американских облигаций будут расти. Очень много хедж-фондов, инвест-фондов, пенсионного капитала направятся в облигации. Для того, чтобы у них была возможность купить облигации, нужно будет совершить конверсионные сделки через доллар. Это повысит спрос на доллары и ликвидность и обеспечит еще более серьезное восходящее движение американского доллара. Не нужно выдумывать ничего, даже если опустить именно вводные, связанные с изменением и макроэкономической политикой, нужно просто понимать, что текущая глобальная тенденция повышения процентных ставок, роста стоимости заимствований может стать причиной экономического спада. И если дело дойдет до экономического спада, конечно же спрос на риск останется на тех же минимальных уровнях, что и сейчас. А спрос на безопасный защитный доллар продолжит расти так же, как он растет и на данный момент. По индексу доллара уже самое время ставить на уровни еще выше. И на долгосрок, конечно же, после такого ралли, которое случилось, мы вряд ли получим прям уже сегодня-завтра отметку 115. Но после какой-то коррекции, я думаю, что мы придем и туда. Американский фондовый рынок, очередная цель по S&P сделана 3700 пунктов. Текущие котировки 3686 пунктов. Я думаю, что можно уже взять за основу цели в Энкуф Америка и Сити. Это и Гогманса, кстати, 3500 по S&P. Туда давайте смотреть. Доллар гена 144.09. Результат валютных интервенций оказал влияние лишь только в моменте их проведения. Снова японскую иену продают. И интересно посмотреть за тем, что будет делать Минфин Японии далее. Конечно же, нужно учесть, что проведение валютных интервенций очень дорого обходится. Вот, например, пока нет конкретных цифр, их нужно подождать именно в долларовом эквиваленте, сколько было влито в систему, что помогло в середине прошлой недели остановить обвал японской валюты. Но я думаю, что суммы будут не меньше 5 миллиардов долларов. Появятся они через пару недель, друзья. Поймем, насколько велика вероятность того, что Банк Японии, точнее Министерство финансов продолжит действовать в текущем формате. Ну а пока восходящее движение – это также путь наименьшего сопротивления. И потенциальный рост пары доллар-иена в район 148-150 иен против доллара. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. И хорошей вам торговой сессии и торговой недели. Всем пока.